МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши танцы были в молодости очень хорошие. После войны танцы, клуб был. Улыбки ходили, лапки были разу и мучились танцевать. Чтобы новая матка купить, просишь, просишь на коленках. Купила матку 35-й. Вот так у меня пальчики жмут. Мам, хороши тебе, хороши, мам. За три месяца я их на асфальте разбила. Подошву прокрутила. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я люблю. Вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что я люблю. Ну и как вы думаете, вернутся когда-нибудь ваши танцы в жизнь современную? Нет, нет, ну вряд ли. Нет, сейчас ничего не вернется. Сейчас все атомное, все электрическое. А пришла одна тут, Наталья, сюда, стоит головою. Я глядела, если бы я так поныкала, я бы там и все. Когда-то был Единый Союз. Интересно было. Мы ездили и в Шумячий, и в Рославль за покупками. Они к нам сейчас приезжают. Конечно, у нас товаров ассортимента много, хотя их не меньше. Но качество, конечно, у нас белорусское, намного лучше. Товаров много, конечно. Возвич у нас, ну мы рады, рады. Это наш братский народ. Мы очень довольны, что живем на границе. Я вышла замуж за белоруса. Мы жили полтора года в России. Я сама сибирячка. Да, Красноярский край. Ну и вот вышла замуж, приехала сюда. Думала, не буду никогда в селе жить. Ну, пришлось, живу. И я думаю, что неплохо. Все-таки есть люди, которые им близок город, а есть, которые близка все-таки деревня. Вот эта вольность, вот этот воздух, вот этот простор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как дела? А мама? Что вы тут делаете? Худяем. А что вы снимаете нас? Потому что мы телевидение. А-а-а. Будете сниматься на телевидении? Ну, тогда вперед с машинкой. Я не засну, я не засну. Я еду и сюда, еду я сюда. Еду я и сюда. Еду я и сюда. И вот здесь когда-то давно жил управляющий. А здесь дом управляющего стоял напротив, там магазин. Он когда-то был давно. И вот фамилия его была Зинчатский. Отсюда и пошло название Зинчатка. Ну, я думаю, что неплохое название Зинчатка. Вот моя деревня. Как-то, подождите, еще. Вот я народная везка. Милый детинство куток. Синие рачулки полоска. Поле, лясы и лужок. Ребята приходят на ток. Помогают, убирают, подметают. Подкидывают зерно. Ну, делаем все, что скажут. Сельский труд всегда тяжел. Зерно, но это же наше зерно. Надо помогать. Работаем уже на токе, подготавливаем место для зерна. Ну, отец работает на тракторе. В этом году решили устроиться сюда, на ток. Работаем. Дают задания, работаем, делаем. Это земля. На ней мы должны работать. Не будем работать, не будет у нас ничего. Даже птичка та, которая летает, ей тоже надо чем-то питаться и что-то делать. Наша церковь в нашем селе построенная. Нашим земляком, соотечественником, Василием Федоровичем Чемисовым. Я здесь родился. И меня сюда тянет. Ну, энергетика другая. Я пополняю энергетику, когда проживаю в деревне Зенчат. Субтитры создавал DimaTorzok. История деревни Зенчатка будет продолжаться столетиями. Ну, во-первых, это первая деревня на границе с Белоруссией. Во-вторых, это центр хозяйства, центр совхоза. Ну, каждый житель должен жить достойно, потому что мы живем в 21 веке. А это означает, прежде всего, чтобы была работа, чтобы был хороший заработок, чтобы была возможность учиться детям. А будут учиться дети, будущее, наверное, будет хорошее. Здравствуйте! Я Даник. Даник? Да. У бабушки? Да. Откуда же ты приехал, Даник? Из Мигелева. Ну, тут еще можно новых друзей найти. Ну, и здесь вообще интересно. Ну, и на велике можно конять. Да, мисс Прайвел. Там машин мало. Там машин мало. Звенчатка хорошая деревня? Ну да, мне нравится. За что? Люди хорошие, место такое хорошее. Но работать, не лениться, я считаю, так жить можно. Везде можно жить хорошо, если не лениться. Вы не ленитесь? Наверное, нет. Думаю, что не ленюсь. Свиньи, куры, огород, цветочки, двое детей. Тоже, считай, хозяйство накормить, постирать, убрать. А то это вырежьте. Нет, не вырежьте. Я с вами солидарна. Не видал еще такое, правда? Ну так как картошка в этом году, я волнуюсь. Хорошая есть, хорошая есть, всякая. Как вы думаете, смогут ли белорусы жить без картошки? Да. Нет, я примерно не. А если бы картошки не было, что бы вы ели? Рис, макароны? Ну, что это же бы ели тогда уже, конечно. Нежели меня сеяли. А я сею им картошку. Картошки без картошки и жизнь это. Не жизнь. Если только не ешь макарону, а картошка, есть картошка. А я говорю, ну что мы садим? Капусту садим, огурцы, помидоры, лук, чеснок, кабачки, горбузы. Я сказала, приезжали с сестра из Ленинграда, из Ленинградской области и привозила хрестницу свою. Я говорю, горбузы, и у нас горбузы садят. А что это за горбуз такой? Что это, вы себе представляете? Я говорю, ну тыква та самая, если ты не понимаешь. Я говорю, ну вот, интересно, говорит, мы тогда поедем, говорит, у Нарвудок будем рассказывать, как по-белорусски там разговаривать. Сейчас самая работа, закатки. Сбор урожаев, заготовка на зиму. А мне некогда лениться. У меня 12 внуков. Четыре правнука. Ого! Кто работает, у того по две, по три машины. Кто ленится, у того и бульба не растет. Ну еще. Да, кто ленится точно. Весит, светит ясный, светит полная луна. А Зинчатке весело жить? Весело, нам весело везде. Вот, кстати, где нам не весело только? Прожили всю жизнь, весело было. Весит полная луна. Спасибо, наряды. И еще плюс наши бабушки раньше их танцевали. Ну, там по телевизорам показывают, в газетках пишут. Ну, мы вас снимаем. Приятно будет себя увидеть? Оптимизм наш, радость, музыка и свобода. Субтитры создавал DimaTorzok Терпение, счастье. Всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok